Моя Родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Так, здравствуйте, друзья. У нас сегодня, кажется, 18 или 19 сентября. Вернулось бабе лето после сильных дождей и похолодания до нуля. Вот, и есть повод поговорить. Значит, мы находимся в районе Красного Хутора, чуть ниже, по течению. Вот, и разговор, наверное, пойдет, и на этот фильм я назову, конечно, такое крылатое выражение, воспоминания о будущем. В данном случае воспоминания о будущем Железова. Очень серьезный разговор, ребята. Вы понимаете, что так случилось, что я сюда попал 40 лет назад, в 84-м году. Весной 85-го я уже садил деревья в Красном Хуторе. Участок был маленький, 10 соток, но уже садил деревья, садил картошку. Вот, тогда все было не так. Вода была мокрее. Вот, картошка вырастала, будь здоров, огромная свекла. Вот, помидоры, бычье сердце были по полкилограмма. Все было не так, как сейчас. Ну, понятно, что исчез ассортимент местных обычных культур, это само собой. Сейчас все покупают упаковочки красивые, сделанные отчет тех, где. Упустили, упустили, упустили. Вряд ли сейчас есть такие бабушки, которые с тех и до сих пор пользуются своими семенами, заготавливают их каждой осенью. И снова садят, и снова заготавливают. Вот. У меня лично осталось об этом только воспоминания. Вот. А с этих ярких пакетов, ну что, родственники садят, потом долго матерятся, плохая всхожесть, вырастает какая-то мелочь. Ну, что им рассказывать, просто вы без меня знаете. Вот. Ну, я садовод, я сейчас перехожу на садоводческую тему. Сколько лет заговорено? 25 лет назад я начал печататься в газетах. Вначале местных, потом красноярских, потом всероссийских, чуть не сказал, советских. Так. И с тех пор, до сих пор, у меня как открылись глаза, вот, я изучил Черемушки, Майну, этот берег. Вот. И до Абакана, и до Красноярска, и так далее. Вот. Убедился, что есть места уникальнейшие, где можно растить именно фрукты. Овощи, ладно, где угодно можно посадить в наших местах. А фрукты нигде попало. А здесь рядом, вот за этим леском, вот за этим домом, видно, его нет. Вот. За этим домом сразу уже там течет инесей. Незамерзающий. Это значит, что мы остались еще, так сказать, в ледяном климате, в морозном. Но благодаря незамерзающей инесей у нас, как бы, перепады сгладились. Чуть прохладнее летом, чуть, чуть-чуть теплее зимой. Вот. И мы сейчас находимся в уникальном месте. Вот смотрите сюда. 40 лет назад здесь жители трех поселков, это Сизинский подсовет, Сизая, Никитина и Красный Хутор, здесь получали свои 10 соток. Это же таежная деревня, откуда много земли. А как без картошки раньше жить не могли, и мужики были здоровые. Правда, пьющие. Но здоровые. Но пьющие. Вот. Давали здесь соток по 10, садили картошку, осенью собирали. Никто их, конечно, не воровал. Сколько посадил, столько вырастил. Вот. Прошли годы. Лет 25 назад, может. 20. Наступило время нового мышления. Вот. Началась борьба с трудовыми доходами. В городе, в городске, это касалось всей страны, так как дуракам закон не писан, было приказано запретить уличную торговлю. Отменили. Выгнали бабушек с петрушкой, с укропом, с ранними овощами. Это даже было воспринято одобрям. Мы еще были не самые голодные, не самые нищие. Хотя, конечно, бабушек было жалко с их пенсиями. Но на этом борьба и закончилась. Практически не было борьбы. Пришли новое время, пришли. Спирт, рояль. Вот. Самогонное варенье. Сами знаете. Отчего вдруг еще сахар, тоже догадать. Со два раза. Можете догадаться, почему еще сахар? Одно время. И тогда были вытравлены мужское население всей Сибири, да и России тоже. В каждом десятом доме продавали спирт. Бодяжный. Есть такое выражение. А остальные девять из десяти покупали этот спирт. И мужики начали постепенно переправляться, эмигрироваться. На кладбище. Кладбище за моей спиной. Вот. Сразу за моей спиной. Только не хочу разворачивать этот самый фотоаппарат. Сижу себе, никому не мешаю. Вот. И поле опустело. Садить стало некому. Эту же картошку. Можете были вытравлены. Их дома, их участки заняли дачники. Дачники работящие, невероятно. Даже садоводцами интересовались. Ух я-то знаю. Но дачники, в отличие от сельчан. У сельчан были ранетки. Была смородина, малина. Вот. Попадался крыжовник. Вот. Ну и, в общем, да на этом почти все. Вот. А дачники сюда начали осваивать. И абрикосы, и яблони. Культурные яблони, крупные сливы. Все это начало процветать. Но дачники были сильно грамотные. Это они, мы, скупали все, начиная с пресс-садного хозяйства, популярного журнала, 3 миллиона экземпляров. И вот, знаете, кто экономил, тот брал. В библиотеках они были зачитаны буквально, да, дыры, эти журналы. И вот результат. Не успели вырастить все, что хотели. До этого как-то еще что-то у нас было. И как тут же набьялись это все уничтожать. Потому что полагалось деревья улучшать. Но улучшали. Вот. И сейчас очень бедный ассортимент в этих же самых поселках. Есть еще. Но плохие дела. И вот сейчас после этой грустной речи я все хочу сказать. Я узнал такой, знаете, особый характер, особая наблюдательность. И уже 25 лет назад, когда я начал печататься, я уже знал, что это лучший край. Я печатал об этом. Особенно Хосоевск. Меня любили, как говорится, газеты Фазенда и Сады Сибири. Зачитывали до дыр, правда. Их трудно доставали в этих киосках. Это было. Сами газеты гордо об этом печатали. Спасибо Желенову. И тогда я уже знал, что это место, а такие места есть. Они есть возле каждого огромный газ. Эти места могли бы стать меккой нашей, российской меккой, садовой меккой. И тут могли расти тысячи, сотни тысяч деревьев, которые бы прокормили нас полностью. И мы бы могли избавиться, если бы такое мышление было бы, мышление, как у Железова, у сильных мер и всего, мы могли бы избавиться от импортной, отравленной продукции. И сейчас уже, я не преувеличиваю, сейчас бы больницы не были бы заполнены под завязку. Помните, я рассказывал, племяннице пришлось ехать, здесь отказались помочь. Поехала в Красноярск на последние гроши. Сделали операцию и лежала в коридоре утка под кроватью в коридоре. Это и есть реальность. Если бы тогда еще ходили бы, тогда еще прислушивались ко мне, отклики были от ученых. Вот. Мои призывы были в каком плане? Например, я объехал, я издаля начинаю, я объехал деревни. Там, конечно, вырастить качественную продукцию, именно фрукты, было невозможно. Вот. И тут объехал и до Красноярска, и до Москвы. Я везде видел, это последние 10-20 лет, везде заборы разрушены. Все, что давал Ельцин, землю, все порушено. Кое-где среди сотни догнивающих домов или недостроенных дач, торчали кое-где, один на сотню, добротные дома. Но это они погоду не делали. И везде ранетка одна-две, вот, несколько кустарников. Особенно заметно зимой, когда все как на ладони из окна обогона видно. В общем, никакого не случилось рывка. А послушали меня или нет, я говорю, это хотя бы лесистый район. А если брать Хакасию, вот это вот, я на правой березе, это Красноярский край. А вот тут же, вот, куда смотрит этот самый, смотрит глазок, это Хакасия. И там огромное количество, наверное, сотни поселков посреди голого поля. Вот, я умолял, я призывал. Я говорю, ну что, вот посмотрите, еду, я, допустим, куда, извините, приходится часто ездить, это на Новоанисейское кладбище. И когда едешь через Новоанисейку, и там на пять домов один огромнейший, невероятный величинный тополь. А почему один, а не сто? Ведь там же просто место-то, ой, сколько, и улицы широкие, и вокруг, это, пустота. Не пахота, а пустота вокруг, пустота. Ничего не растет. И вот тут смотришь, на десять домов один огромный тополь, а вот один огромный береза, а вот один огромный ель, настоящая ель, а вот сосна огромная. Умножим это на сто, на тысячу. И вот этот поселок посреди оазиса, посреди, это сказочное место было бы. Ну, каждый год долбят, долбят, долбят. Давайте садить в память там о погибших в Великой Отечественной войне. Двадцать девять миллионов там этих посадят, они через год их уже не двадцать девять миллионов, а десять миллионов. А поливать их никто не хочет, они дохнут, а вот садить не умеют. Ай, сколько раз я об этом говорил. И вот получилось так, что до сих пор, и тогда, видимо, мои вопли до кого-то дошли. Потому что мне один раз, я рассказывал, у меня даже было несколько звонков с Госдумой, Московской, да, с Государственной Думой, да. То есть какой-то диалог завязывался. Вот, и видимо, хотя этого не знают точно, команду получили эти самые посоветы посадить, 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 посадить. И знаете, как они садили? Это же большой труд посадить, окружить полностью этим самым, в несколько рядов леса, поселки, чтобы... Ведь они же на ветру, на диком ветру. Поверьте, голое поле, дикий ветер. И вот тогда я еду и смотрю, появились посадки сосны. Ну, это одна самая распространенная, самая, знаете, культура лесная. Но посажены, на расстоянии их садили, только вы за стулья взялись, у меня есть фотографии, только я сейчас не дома, не у компьютера. Вот. Посадили их на расстоянии, на одном метре три штуки. Через полметра еще три штуки. И вот, типа, отстаньте вы от нас, посадили, да, понятно, и палить можно, и компактное проживание. Это значит, с ними легче обращаться. Вот. И вырос лес. Густющий пройти невозможно, и выросло. Но поселки, как... С одной стороны поселка, и никакого влияния на ветровую нагрузку, на розоветров, ни на что не оказало внимания. И, похоже, вроде бы план выполнен, вроде бы разнарядка, все. Может, даже отчитали, что вот целую тысячу посадили. А площадь-то, господи. В сотках считаем, не гектарах даже. Вот это сосны. И если я понимаю сосны, там больше ничего расти не будет. Но благодатные места, я вспоминаю Красноярск, это... Когда вдоль Енисея течет река, мимо Девногорска, спрашиваю Девногорцев, у вас как там это? За 40 градусов мороза бывает? Неа. Вот так вот. Значит, много-много, тысячи, тысячи, тысячи дач в прекрасной полосе, где можно садить абрикосы и не укрывать ничего, яблони, груши, сливы. Вот. Ну, там, понятно, там места мало. Я к чему склоняюсь? Там места мало. Там только поддача. И все равно каждый датчик мог бы вырасти 10, 20, 30 деревьев, накормить себя. Или как у нас в Савиногорском рынке-то, торгуют же местными этим, яблонями, даже немного грушами и немного абрикосами. И даже сливами, и даже вишнями. Вот. Но никто даже не знает, что это все реально, не то, что там вырастет. Кто-то пытает вырастить, но это все умирает, пусть благодатная зона до незамедляющей Несея под Красноярском. Вот рядом незамедляющий Несея. Но ведь люди же это покупают все равно, а южные, которые все равно не выживут, даже в благодатной зоне. И вот мы приходим в 21 век, в 24 год. Вот. И что нам, бедным, теперь делать? Все это можно отсюда и вон туда, видите, куда нам пошло. Да? Все это десятки тысяч абрикосов, например. Вот. Кто бы за это взялся? Благодатнейшее место. Не, не, это... Можно засадить их абрикосами манджурскими, моими гибридными. У меня лежит сотни тысяч косточек. Можно было засадить ими, а потом часть из них привить роскошнейшими и возить сюда туристов, угощать плодами 100, 120, 140 грамм. Только абрикосами, не считая всего остального. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok